С одной стороны черно-белые, с другой красные. Ряженые рыцари разминаются перед боем. В парке Гагарина тепло припекает солнце, но снять доспехи нельзя. Амуниция воинов действительно очень похожа на латы 13 века. Каждому дружиннику Александра Невского и каждому ливонскому захватчику придется воевать, неся на себе 10 лишних килограммов. На мне плотничный доспех, называется он ламеляр. Это восточный тип доспеха. Использовались как кожаные, так и остальные элементы. Это достаточно кропотливая работа, ну что делать. То есть они стоили достаточно дорого и были по карману далеко не всем воинам, только самым знатно богатым. Настоящее ледовое побоище произошло на Чудском озере. И бились там не пешие войска, а хорошо вооруженные конницы. Но организаторов патриотической акции, похоже, не смутило то, что реконструкция событий не слишком напоминает историческую картину. Главное, что удалось отразить суть событий. На Русь шли немецкие крестоносцы, но битву нашим проиграли. Построение войска, вы могли наблюдать клин, так называемую свинью, построение немецкого рыцарства. Могли наблюдать дружинников славянских. Мечи ролевиков хоть и затуплены, но назвать их бутафорскими язык не повернется. Зрители старались отойти от поля битвы на приличное расстояние. После того, как улетел обломок топора в толпу, это было довольно-таки страшно. Впечатление, адреналин еще гуляет. В финале сражения февтовальщики позволили себе еще одну историческую неточность. Убитые немецкие рыцари встали и пожали руки русским дружинникам. Ведь воевать друг против друга этим людям не привыкать. Продолжение следует...